Хей-хо, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Борода и обзорчик на новую игрушку, которая вышла совсем недавно. Игра называется Flint Adventure. Мы как раз-таки что-то в последнее время под данный жанр игр попали, а только вот обозревали Hero Adventure, говорили об Idol Hero, и сегодня мне вот на глаза попала в Lita Adventure. Вот эта игра еще больше похожа именно на Idol Hero, и сейчас я покажу вам почему. Ну что, во-первых, это окошко. Ну что, такое окошко я видел только в Idol Hero, где есть категория оффлайн лута. Мы можем собрать оффлайн лутец. У нас есть отряд, который бьется с мовами на определенном этапе, в котором мы остановились, и в итоге получает лутец, который можно собрать. Это удобно, потому что это происходит все-таки во время того, когда вас нет. Помимо этого, есть режимчики, которые мы проходим так. Так, я сейчас на этапчике 1-4. Перемещаемся в раздел Битва. Здесь мы видим мой отряд. Хорошо, выставляем кенгурушку. У меня, кстати, один герой 14-го. О, 14-го. Четырехзвездочный, 15-го уровня. Далее, один герой 3-звездочный, 6-го уровня. Один 2-звездочный и два 1-звездочных. То есть, бить герои, один более-менее нормальный, среднее качество и все остальные. Одна-две звезды, тогда же я бы сказал и три звезды, это самые слабые. Хорошо, отправляемся в бой. Бои, конечно же, в автоматическом порядке, как вы поняли, происходят. Ускорять можем только с 40-го уровня или же, если есть випка. Пока что нам это, естественно, недоступно. Хорошо. Легкая победа. Ну, на самом-то деле, это логично. Во-первых, этапы еще слишком низкие. Проходим этапчик. Собираем оффлайн-бук. А во-вторых, я уже довольно неплохо выкачал кенгурушку. Особенно учитывая то, на какой стадии мы сейчас находимся. Хорошо, давайте сходим еще в один бой. И потом посмотрим, что есть еще в игре. Отправляемся в файт. И вот, естественно, все происходит в автоматическом порядке. Пока они бьются, я расскажу вам, почему меня заинтересовала эта игра. Видала Hero, Hero Adventure, который вы можете посмотреть у меня на канале, ребятки. Все, знаете, как-то похоже, однотипно. И ничего нового вы там не увидите. По сути, в этой игре тоже все то же самое. Но мне нравится здесь прогрессовка героев, понимаете? Ну где еще можно увидеть волшебницу в виде барашки? Или ассасина в виде кенгуру? Мы в средневековье, как вы видите, ребятки. То есть, все заточено именно под этот период жизни. Здесь весьма любопытные герои. У нас есть миссии, которые выполняются каждый день. Так, хорошо, давайте пройдем вот этот этап. Выполним еще одну миссию. Есть класс. Четыре класса в игре. Тоже ассасинка, маг, воин и танк. Каждый класс в чем-то превосходит другой. И, соответственно, таким образом происходит механика боя. То есть, если ассасин хорошо справляется с танком, то танк плохо справляется, допустим, с ассасином, но хорошо справляется с магом. И так далее. Вот таким образом это все происходит. Также мы получаем трофеи. Это лут, который мы можем поставить на героя. Убери, сейчас покажу. Хорошо, мы прошли битву. Пока идет оффлайн боевочка. Можно переместиться в раздел героев. Увидим всех наших героев. Увидим классы. И нажимаем на нашего героя. Повышаем ему боевой уровень. Уже у нас 20 уровень. Хорошо. И в внешней вкладочке мы можем его одевать. Надеваем, надеть. Все. И в приоритете выставляется на данного героя лучше, что есть в наличии, если это не надето на кого-то другого. Героя зовут Рога. Герой Ассасин. Мы надели уже 4 вещи. Скоро найдем пятую, надеюсь. И оденем. Хорошо. Посмотрим, что у нас есть с козлиным шаманом. Так. И я тоже могу одеть сапожки. И могу и повысить уровень. Так. Но мне не хватает камней ОПТ. Ну что ж. Для камней ОПТ мне придется немножко повоевать. Хорошо. Выходим отсюда. Отправляемся обратно в походы. Также, ребятки, карту мира открываем. И видим, сколько здесь в игре глав. На данный момент доступно в игре 8 глав. Я думаю, мы их быстренько с вами пройдем. Сегодня мы с легкостью закончим, я думаю, первую главу. Отправляемся в бой. И так, каждый ролик, заканчивая по главе, будем все больше и больше разбираться с собой в игре. Ну и, конечно же, прогрессировать. Помимо стандартных прохождений глав, прохождений сюжета, в игре находятся ивенты. В игре находятся события. Если вы зашли, у вас достаточно высокий уровень, рекомендую всегда обращать прежде всего на события. Потому что события, это мероприятия, которые проходят буквально там 3 часа, 5 часов и закончились. Поэтому обращаем внимание именно на них. А после уже идем в ивентик и все остальное. Так, переходим на следующий этапчик. 1-8. Сейчас они пройдут боевочку. Кстати говоря, ребят, если ваши отряды слабенькие, то вот эту боевочку они пройти не смогут. Поэтому будьте внимательны. Хорошо, переходим в бой. Так вот, прошли события, потом перешли в пен. И, конечно же, в игре есть пвп-бои, есть арена, где начисляются... У нас уже совершенно другие очки. Нам начисляется там слава, которая влияет на определенные моменты. На входы в ивенты и события. Поэтому без пвп в этой игре не обойтись. Как видите, глав всего 8. И постоянно торчать в главах вам не удастся. Впервые потерял первого бойца, как вы видите. Но ничего страшного. Хорошо, 360 камней я получил. АПТ, повышение героя. Проходим этап 1-9 сейчас. И пойдем, наверное, кого-то улучшим. Вот мне реально нравится. Враги в виде динозавров и древних шамачков. Это очень круто выглядит. Так, у нас есть пазлы. Я могу призвать динозавра. Но динозавр у меня, к сожалению, есть. И выставлять еще одного героя в бой я не хочу. Поэтому мы будем его расщеплять. Как это делать, я покажу в следующих видеороликах. Обязательно. У меня есть что-то лучше по вещам? Да, отлично. У меня уже 2-звездочные шмотки. Это очень круто. 336 камней. У меня всего 735. Не знаю. Давайте пока повысим, наверное, шамана. Хотя бы до 20 уровня. Так, все. До 14 уровня. Не хватило до 20. Все закончилось. Сюда закинем ей шмота. На остальных героев у меня, к сожалению, вещей не хватит. Но на этот динозавр оставить я ничего не буду. Поэтому яичный раптор меня не интересует. Окей, отправляемся дальше. В файт. Ну, я могу его поставить. Но, понимаете, того не стоит. Ладно, поехали. Пока нету ничего на замены. Пускай он стоит. Ух ты. Впервые вижу от себя человека. Еще и девушка. Еще и красивая. Хорошо, давайте надерем им задницу. Потеряли первого героя. Мне это не нравится. Кстати, я не обращал еще внимания, есть ли тут звезды и теряется ли количество звезд за потерю бойцов. Хорошо. У меня самый имбовый. Это, конечно же, кенгурушка. Он ассасин. И у него очень сильный дамаг. Да и пробитие по нему очень слабое, как вы видите. Потому что герои против меня шестого уровня и, естественно, что они могут сделать двадцатки. Даже вот четырнадцатый уровень козий шаман очень хорошо себя показывает. Хорошо. Получаем награды. Мы второго уровня получили сапожки, я так понимаю. Надо бы их надеть. Так, хочу. Хочу прямо сейчас это сделать просто. Так, вот, отлично. Второго уровня. Здесь везде сапоги стояли, а вот здесь нету. Окей. Уходим отсюда. И отправляемся. Битва 1.10. Сейчас мы встретимся с боссом первой главы и посмотрим, на что же он способен. Пожелайте мне удачи. Так, босс в виде тыквенной головы. Под тему Хэллоуина заточено. Прикольно, кстати, смотрится. Но мне больше нравятся обезьянки. А вот если бы хэллоуинские ништяшки появлялись во время Хэллоуина, это было бы более уместно. Ну и что я вам хочу сказать. Что-то мы его ничем не пробиваем. Ну, по крайней мере, первые левелы. Поэтому основная задача тут на пробитии стоит у Кенгуру. И его довольно больно дамажит. Но мы справились. Отлично. Повергли первого босса. Звездности здесь, кстати говоря, нет. Это хорошо. Забираем. Наши награды. И если я не ошибаюсь, у меня отбрелась вторая глава. Так, повысить третий уровень. Переходим на следующую. Глава 2. Оазис жизни. Так, хотите пройти эту главу для битвы? Конечно, хочу. Естественно. Быстренький этапчик пускай проходит. Вам этого уже не надо. Тогда мы вернемся в следующем видеоролике. А с вами, друзья, я прощаюсь. Напоследок хочу сказать по поводу графики. Ну и оптимизации. Как это у нас принято. Графика, знаете, на троечку по пятибалльной шкале. А вот оптимизация 5 из 5. Отличная оптимизация. Хорошо работает на любых устройствах. Я рекомендую. Всем спасибо. С вами был Борода. Пока-пока. Пока-пока.